11.05 и 11.06 уже в Кирове. Начинается программа «Дневной разворот». Сегодня у нас необычный день. Первый час – это «Дневной разворот», второй час – программа «Урбан». И в студии Владимир Сметанин и Светлана Занько. Добрый день, здравствуйте. Во втором часе мы уже анонсировали «Урбан» этой недели. У нас в гостях будет глава Кировской администрации Илья Шульгин. И все наши вопросы к нему будут касаться презентации проектов по подготовке к 650-летию Кирова. Презентация состоялась недавно в Москве. На прошлой неделе. Вице-премьера Виталия Мутко. Совершенно верно. Большая группа чиновников из Кировской области, возглавляемая Игорем Васильевым и Ильей Шульгиным, это была первая рабочая группа по подготовке. Мы отслеживаем все программы, которые посвящены 650-летию, и мы хотим узнать о результатах этой поездки. У наших спикеров, в том числе и в особых мнениях, мы так или иначе уже интересуемся теми планами, которые уже озвучены широко через СМИ, распространились. Вот хотим услышать, что называется первоисточник. Совершенно верно. Но я думаю, что у нас хватит времени на то, чтобы задать еще несколько дополнительных вопросов, насущных, которые есть сейчас в городе, и про пробку на Московской, может быть, уточнить, и про другие вещи, если хватит времени. В первом часе, в дневном развороте, мы говорим о том, что, во-первых, давай проанонсируем сразу сегодняшнюю акцию. Сегодня в 14 часов в рамках акции «Автобус-милосердие» у дома по улице Комсомольской 41 планируется раздача питания, одежды и обуви людям, которые нуждаются в помощи. В помощи всех нас. Комсомольская 41 — это непосредственно рядом с железнодорожным вокзалом Комсомольской площади. Мы говорили с тобой как-то уже на эту тему о том, что регулярно в Кирове осуществляется помощь такая, открытая в нескольких местах города, где нуждающимся людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, многие из них без дома, без работы, без дохода, с болезнями различными, со сложной судьбой, раздается и еда, и одежда. И, конечно же, замечательно, что в нашем городе есть люди, которые объединяют вот эту идею и не покладая рук это делают, но мы, я думаю, что мало внимания все-таки этому уделяли, надо почаще об этом говорить, потому что чем больше людей будут помогать друг другу, тем меньше будет нуждающихся. На мой взгляд, эта тема, проблема, безусловно, сложная, очень неоднозначная, эта тема, на мой взгляд, относится к тем вопросам, которые принято в нашем обществе не замечать. Не знаю, насколько принято не замечать, я не согласна. Я не согласна. Может быть, в Кирове пока еще не слишком активно ее замечают, но если мы будем говорить о том, как работают наши коллеги в Москве, в Петербурге, в больших городах, там это явление носит массовый просто характер. Может быть, СМИ мало с этим работают, лучше не я думаю. Я хочу просто немножко статистики привести. А давай мы перед статистикой все-таки представим наших гостей. Ну, хорошо, давайте. С нами Владимир Змеев, директор Кировского комплексного социального центра по оказанию помощи лицам без определенного места жительства и занятий. Владимир Николаевич, не первый раз в нашей студии. Приветствуем вас. Добрый день. Добрый день. Центр, напомню, находится, ну, это у нас называется район Зональный, сплавная 29. Да, это район Вересники. Вересники, вернее, да. Спасибо. Татьяна Прозорова, директора благотворительного фонда имени Иоанна Богослова. Добрый день. Добрый день. И с нами также Светлана Васильевна Никитина Юнгблюд. Вот мы договорились как-то не очень представлять, но мы скажем, вдохновитель и реализатор многих благих дел в нашем городе. Спасибо. Добрый день. Добрый день. Статистики можно чуть-чуть? Статистику очень найти сложно по количеству лиц без... Нет, вообще по России. Вообще по России. Лиц безопределенного места жительства. Вот последние данные, которые я нашел, это данные Росстата. За 2010 год 65 тысяч бездомных всего по стране. Из них 45 тысяч это мужчины, 20 тысяч это женщины. Специалисты многие заявляют, что эти данные очень-очень-очень занижены. Вот, например, несколько лет назад группа депутатов Госдумы готовила серию законопроектов, которые, в частности, облегчают деятельность организаций некоммерческих, которые помогают как раз-таки бездомным. По оценкам группы этих депутатов, в нашей стране от 3 до 5 миллионов людей, которые не имеют крыши под головой. Так что представьте себе, да? Представьте себе. Ну, как их регистрируют? Очевидно же, что вот если человек обратился в социальный центр, который этим занимается, его могут зарегистрировать. А те люди, которые живут в теплоузлах, которые живут на станциях, в лесах, в сторожках, где угодно, они же не регистрируются, не приходят, не заявляют о своем статусе. Конечно, мы не можем получить вот такую четкую статистику, но, тем не менее, количество их, на мой взгляд, судя по публикациям, которые делают наши коллеги, активно работающие в этой сфере, пока что не кировские. Владимир Николаевич, не уменьшается количество людей? Нет, количество людей не уменьшается. У нас вот на протяжении буквально где-то последних 7 лет более тысячи человек обращаются так или иначе за помощью в наш социальный центр. Из них более сотни... Да, в течение года, это годовая статистика, и из них более ста человек фактически проживают у нас, получают услуги в условиях полустационара. Там разная цифра бывает, там 110, 120, 150, но эта цифра стабильная, она уже держится довольно-таки давно. Надо сказать, что бездомное и вообще вот это явление, оно не привязано ни к общественному строю, ни к государственному устройству, ни к временам и рамкам никаким. Потому что во всех государствах, во все времена бездомные существуют, нуждающиеся люди есть, и неважно, вот если мы сейчас будем говорить, это Африка, Россия или Соединенные Штаты Америки... В самом благополучном обществе есть такие люди. Не меньше, их там не меньше, а другое дело, как действуют и как работают, как устроены институты помощи этим людям, то есть насколько они развиты, насколько есть возможность помогать, в каких объемах, это да, здесь есть к чему стремиться. Но по сути, все-таки во всех современных государствах, несмотря на то, что, несмотря на то, что, вот еще раз простите за тавтологию, государство устраивает некие соццентры, все равно, всегда помощь бездомным, нуждающимся людям, большей части лежит на плечах благотворителей, волонтеров и неравнодушных людей. Мы, собственно, для них и делаем сегодняшнюю программу. Я хочу еще поинтересоваться, да, Владимир Николаевич, согласно, опять-таки, вот этой, ну, очень сомнительной, да, надо подчеркнуть статистике, общероссийской, практически 80-90% бездомных, это люди, как принято говорить, трудоспособного возраста. У нас как ситуация? Ну, в принципе, ситуация похожа, но хотя вот именно наш центр, он специализируется, в первую очередь, на людях немощных, инвалидах, людей преклонного возраста, но есть и трудоспособные. У нас, примерно, соотношение, наверное, 60 на 40%, но есть... 60 кого, всячески? Не трудоспособных. 60 не трудоспособных, где-то 40% трудоспособных. Это, как правило, лица, освободившиеся из мест лишения свободы, там, по другим обстоятельствам, не имеющие жилья. Но это именно по нашему центру. Брать вот статистику по городу, конечно, мы пока не можем, у нас ее просто нет. Давайте мы обратимся к фонду Яна Богослова, Татьяне Прозоровой, директору этого фонда. Татьяна, фонд давно занимается помощью бездомным людям? Более трех лет уже оказываем мы данную акцию «Автобус милосердия». На данный момент она проходит в осенне-зимний период совместно с Владимиром Николаевичем, с Центром социального. Каждый раз в две недели проходит донация. То есть, получается, когда она началась? В 2015 году? В 2015 году. В чем ее суть? Вот коротко. Суть накормить, обогреть, дать горячую еду, теплую одежду, может быть, какая-то консультация юридическая, тем, кто в этом нуждается. Какое количество людей каждые две недели приходят на эти пункты, где останавливается «Автобус милосердия»? От 50 человек. От 50 человек. Сам автобус «Милосердия» — это название такое символическое, или это действительно некий автобус, в котором что-то есть? Я, честно признаюсь, ни разу на акции не была, только фотографии видела. Это чисто символическое название «Автобус милосердия». Как проходит акция, пишите. Мы приезжаем на пункт, который ранее было сказано, на Комсомольской. Сегодня это будет Комсомольская 41. Да, Комсомольская 41. Два часа мы приезжаем с горячим питанием. Это суп, это хлеб, это какая-то молочная продукция. То есть нам активно помогают различные предприятия города. С помощью людей собираем теплую одежду. Все это привозится сегодня. Два часа, если брать сегодняшний день. Приходят люди нуждающиеся, потому что они уже привыкли, знают о том, что в это время будет проходить акция. И вот таким образом проходит данная акция. Самих волонтеров, которые участвуют в этой акции, какое количество? Всегда по-разному. Часто нам оказывают помощь волонтеры-медики. Студенты? Студенты. Студенты нашего университета? Да, нашего университета. Я вижу, что мы, Татьяна, должны выпустить из студии. У вас там звонок. Спасибо большое. Возможно, какие-то важные оргкоменты. Мы сейчас прервемся на полминуты. У нас как раз сейчас небольшой перерыв. Продолжим разговор с нашими гостями. С Анна Васильевна Никитина-Юнблюд и Владимиром Николаевичем Змеевым. Здоров. Продолжаем нашу беседу. Да, в Кирове в преддверии зимы пройдет очередная акция «Автобус милосердия». Сегодня в 2 часа дня на Комсомольской 41 нуждающимся людям, нуждающимся в еде, в одежде, в обуви будет раздаваться. Вот все, что собирают добрые люди, которым небезразлично, как живут соседи, неважно, в каком они состоянии находятся и почему они оказались в этой ситуации. И каждый из вас вот и сейчас в этой акции может поучаствовать. Можно прямо сейчас как-то присоединиться или уже на следующую акцию можно рассчитывать? Можно присоединиться, можно прийти в 2 часа сегодня, можно познакомиться с кем-то, может быть, кто-то возьмет опеку над конкретно тем, кто понравился. Там есть такие хорошие бабушки, у нас есть там любимец дядя Вова, который не пьющий. Это первое, о чем спрашивают люди. Они пьют? Нет. Большинство? Нет. Конечно, приходят бомжи, в прямом смысле этого слова, нетрезвые, неагрессивные, как правило, очень веселые, которые просто пришли поесть. Если они берут хорошую одежду, я допускаю, что они даже ее где-то потом обменивают, может быть, на алкогольные напитки. Но большинство людей это не бомжи, вот то, как мы понимаем вообще это слово. Это бабушки и дедушки из окружающих домов, которые приходят с баночками, с леечками и берут не только с собой суп, хлеб, пирожки, мы стараемся покупать, но они даже сладкий чай наливают вот в эти вот бутылки и уносят с собой. И каждый, мы уже знаем, у кого есть внук-студент, бабушка живет, например, с внуком, у кого-то есть парализованная сестра, которая лежит. Мы не вдаемся в подробности. Вот если вы инвалид, у вас должна быть пенсия по инвалидности. Нет. Мы эти вопросы, если задаем и не получаем ответа, то это не важно. Самое главное, мы накормили. Конечно, это редко, раз в две недели это очень немного. Но так как мы это покупаем на свои собственные деньги, сейчас к нам присоединилась кафе-мельница, и половину горячей еды они нам готовят благотворительно. Вот уже второй раз Сергей Николаевич Тистоедов принимает участие в этой акции. Чпецкий хлебокомбинат, Максим Юрьевич, постоянно хлеб. Вот как раз Татьяна убежала координировать доставку. Так раз вопросы по этому поводу. Да, да. Макароны привозят, Богородский присоединяется, молоко привозят. Уже тоже третий, по-моему, раз сегодня будут. Ну и, конечно, вот люди подходят на улицы, и кто-то недоволен. Почему здесь вот такое количество? Вы собираете этих людей? Да, но таких немного. В основном это люди, которые говорят, а чем мы можем помочь? Может быть, какими-то деньгами, мы говорим, не нужно, потому что лучше принесите еды. Принесите то, что можно сохранить. Может быть, консервы, может быть, какие-то горячие питания в виде Роллтона, еще чего-то. Вот сегодня придут две женщины, которые в прошлый раз на нас обратили внимание. Это не может не радовать. Это новые люди, они просто вас увидели? Они нас увидели. Две женщины, скромно одетые, подошли и сказали, мы бы тоже хотели, мы тоже хотим помогать чем-то, но мы не знаем, как. Вот они сегодня должны присоединиться. То есть, на самом деле, пласт ваших подопечных, это далеко не те, которые сходят по улицам, ищут кровь какое-то время. Вот я сегодня, Володя, я приведу тебе пример. Я сегодня, когда дочку везла в школу, утром рано, проезжаешь мимо контейнерных площадок, и у каждой контейнерной площадки, у каждой стоит бабушка, дедушка. Один дедуля складывал макулатуру, разрывал, вытаскивал, упаковывал, будет где-то сдавать он ее за копейки, потому что она у нас дешево стоит, до сих пор прием... Ну, переработки-то у нас нет толковой. Бабулю эту вижу каждый день. И вот приведу тебе пример. Мы тоже с Зосей едем, как-то проезжаем, щемящее же сердце картина, и она мне говорит, мама, не беспокойся, я знаю, они сами виноваты, что они оказались в такой ситуации. Говорю, дочь, не в этом случае. Есть, безусловно, такая история, вот как раз когда люди трудоспособные в силу каких-то обстоятельств становятся сами, не берут себя в руки и доходят до жизни такой. Но эти пожилые люди, ты посмотри, говорю, как она одета, бабушка эта. На ней платок пуховый, конечно, уже подранный, но аккуратненько завязанный. На ней, значит, какая-то телогреечка. Вот все, что она старается как-то на себя надеть, это ее источник жизни практически получается. Человек живет ниже уровня прожиточного однозначно. Люди разные. Вот дети наши тоже не совсем понимают, для них это сложно воспринимать все. Ну, и здесь то же самое. Поэтому, конечно, когда приходят люди, нужно любого, наверное, и вы правы абсолютно с Саном Васильевым встречать, привечать, каким бы он ни был. Мы, собственно, не для того, чтобы ты хороший, ты плохой там находимся, когда такие акции проходят, а для того, чтобы просто помочь всем, кто пришел за этой помощью. Потому что, как мне кажется, эти люди ходят по этим же улицам. Знаете, как в океане. Мы с вами плывем, но нам совершенно не хочется знать, что там в глубинах. И только некоторые отдельные люди, дайверы, спускаются. И, в общем-то, тоже только на определенную глубину. А там совсем нижний пласт. Это темнота, это отсутствие света. И, наверное, даже, может быть, и нет жизни. Я даже не знаю вообще, есть ли исследования по этому поводу. Так же и здесь. Мы живем и просыпаемся, идем благополучно на работу, мы сытые. Мы не хотим знать о том, что кто-то, может быть, несколько дней не ел. И сегодняшний обед – это единственное. Они приходят, вот, знаете, наверное, здесь, может быть, неуместно включать эмоции. Но вот они, когда приходят, и когда они едят этот суп, горячий у нас, вкусный суп. В двух местах мы сейчас берем его. Вкусный, густой, одноразовые тарелки, ложки, все чистое, все. Что салфетки кладем, покупаем все. Вы знаете, вот сердце наполняется просто радостью. Вот не только у меня. Я вижу всех, кто с нами рядом. Владимир Николаевич – офицер в отставке. Я вижу, как вот мы просто стоим, знаете, мы гордые. Каждый раз. Ничего не меняется. Подполковник, подполковник, полковник. И я раньше думала, ну, вот, ну, офицер, тем более милиционер, человек закаленный, в общем-то, уже не эмоциональный. Мы радуемся, мы стараемся тем бабулькам, которые знаем точно, что они вот никуда это не денут, мы еще дополнительно что-то им приносим. Может быть, не всем это даем. Но, вот, мне кажется, каждый человек должен просто попробовать. Люди стесняются быть добрыми. Вот в нашем обществе многие стесняются. Вот вы говорите с Зосей, а пусть она выйдет в следующий раз, купите в пекарне хлеб. Вот у меня малышка, вот старшая внучка, она это делает. И делает очень легко. Мы, у нас есть там контейнеры возле наших домов, где мы живем. И мы заезжаем в пекарню, выходной день едем с ней на футбол. И обязательно, если кто-то есть, она выходит у меня в машине, в субботу обязательно лежит выпечка. Я покупаю в пекарне. И она подходит и отдает. И ребенок понимает, что потом она научится понимать. Она научится распознавать вообще, что это. Научится чувствовать опасности. И мы ее научим. И общество научит. Но сейчас, мне кажется, важно, чтобы она сопереживала. Важно, чтобы дети сопереживали и не были жестокими. Чтобы они не били, не убивали, не избивали. Потому что они убили, но они еще испортили свою жизнь. И свою карму, и судьбу. Можно я, Владимир Николаевич, подключу? Я немножко недопонял, Владимир Николаевич. Ведь автобус «Милосердие» меняет место дислокации, да? Нет, не меняет. Нет, значит, в последнее время мы определились на Консомольской 41. Просто я помню, раньше было перекресток Орловской и Казанской. Там, значит, не только наша организация, не только Павел Васильевна принимает участие в питании, в обеспечении питанием граждан бездомных. Есть масса других организаций и просто общественных объединений и религиозных организаций, которые осуществляют раздачу питания гражданам. Но вот как-то у нас нет единого подхода к этому вопросу. И буквально два дня назад был круглый стол с представителями общественных и религиозных организаций, которые как раз занимаются помощью бездомным. И мы там подняли вопрос и, в принципе, уже нашли понимание. Кто инициатором был круглого стола? Инициатором выступили католики, то есть католическая церковь, там различные течения есть. Они собрали круглый стол, там были приглашены представители областной администрации. И, значит, в частности, был детский областмен Владимир Валерьевич Шабардин, представитель Министерства социального развития. И мы как раз обсуждали вопросы, связанные с помощью различных категорий граждан, в том числе бездомным и нуждающимся. И пришли к пониманию того, что, значит, необходимо какой-то график разработать, чтобы не получалось так, что одновременно в один и тот же день, значит, разные организации в разных местах кормят. И нам соревнования не нужны. То есть нам надо все-таки помочь людям, чтобы это было хотя бы ежедневно, раз там в неделю, значит, каждую неделю, раз в день кормили, значит, нуждающихся людей. И мы это понимание нашли. И я думаю, что в ближайшее время все это дело обговорим. Вот если будет поддержка со стороны городской администрации, у нас еще есть там дополнительные задумки. Какого рода поддержка требуется? Ну, в частности, вот совершенно простая вещь. Вот волонтеры предложили открыть на территории города палатку для, вот на зимний период, чтобы могли бездомные люди просто прийти, переночевать, получить там какое-то минимальное горячее питание. То есть сейчас, видимо, вопрос в том числе в месте открытия, да? Да, совместно. Где именно это сделать? Одной организации это не потянуть, значит, вот совместно и религиозные, и общественные организации при нашей там консультационной поддержке готовы были бы открыть вот эту палатку. Нужно определить место, где бы ее можно было официально разместить. Я сейчас не готов озвучить, почему, потому что надо собраться и обсудить эти вопросы. Ну, это обычно именно палатка, значит, например, армейского типа, с печкой, с печкой, да, значит, с генератором, с биотуалетом, значит, с матрасами, с теплыми одеялами, по возможности кроватями, где-то, ну, в других городах есть такие уже, значит, прецеденты. Я прошу прощения, да, действительно, надо прорабатывать, потому что, Владимир Николаевич, я себе плохо представляю, как вдруг в центре города вырастет армейская палатка с печкой и с кроватью. Ну, про центру города никто и не говорит. Можно, можно в центре, прямо у Владимира Николаевича можно, там охрана есть. Ну, надо обсуждать, надо обсуждать, именно, чтобы это было... То есть вот сейчас, в зимний период, требуется больше мест для того, для ночлежек, да? Да. Больше ночлежек, понятно. Палатка это будет или не палатка, или еще какой-то... Ну, любую форму можно как бы придумать. Главное, чтобы люди не ночевали вот именно в коллекторах, это же они подвергают опасности, в первую очередь, себя, чтобы там, значит, не мучились, не искали, в каком подъезде можно было переночевать. Но не все хотят к нам, и не всех мы можем принять. И эта палатка, конечно, способствовала тому, чтобы бездомным было, ну, немножко комфортнее, безопаснее. А есть люди, которые готовы работать в этой, например, палатке? Да, вот как раз в разговоре с религиозными организациями на нас заверили, что готовы обеспечить качественными, добросовестными волонтерами, которые бы обеспечивали как раз контроль за этой палаткой, значит, помощь там людям, которые будут обращаться. И опыт такой, вы говорите, в других регионах есть. Конечно, конечно. Ну, давайте поясним, да, эту реальную суровую сторону жизни, зима, то есть это обморожение, это реальные летальные исходы, высокая вероятность из-за того, что отрицательная температура воздуха. Ну, плюс еще, когда алкоголь на это накладывается. Ну, естественно, то есть этот объект крайне необходим, да, для того, чтобы спасти здоровье и жизнь этих людей. Да, 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 он очень востребован был бы. Скажите, пожалуйста, вот это, кстати, еще очень такой важный вопрос. Очень часто, вот когда человек в центре находится, да, понятно, что он может обратиться к медику, он может обратиться там за какой-то консультацией, и вы рассказывали о том, как вы консультируете, и способных людей выйти из этой ситуации, помогаете им трудоустраиваться тоже. А вот люди, которые приходят, например, на автобус милосердия, или, например, будут приходить любой другой там пункт в эту же палатку, если она вдруг возникнет, тоже зачастую требуется медицинская помощь. Значит, с вами медики бывают там на выезде, которые могут помогать и обслуживать этих людей или нет? Ну, в отдельных ситуациях нам присоединяются медики при проведении вот этих всех мероприятий, но в случае экстренной необходимости мы всегда вызываем скорую медицинскую помощь, и такие случаи были и в этом году, когда, значит, пришел мужчина, ему стало плохо, вот как раз на месте раздачи пищи мы вызвали скорую помощь, медики прибыли очень оперативно, и помощь была оказана, поэтому с этим особых-то проблем не возникает. Ну, вы сможете помочь, потому что у вас есть, как минимум, телефон и понимание, что нужно позвонить и вызвать. Конечно, конечно, конечно. Ну, еще немаловажный вопрос для того, чтобы вы продолжали эту нужную и важную деятельность. Вы-то как за здоровьем следите? Все-таки я имею в виду при контакте с какого рода людьми. Да, я там открытая форма туберкулежа, уж извините, что об этом говорить. Ну, это правда, об этом надо говорить обязательно. Эти вопросы возникают и у тех, кто готов бы прийти, но опасается, например. Вы знаете, кормим, надеваем перчатки одноразовые, медицинские, все, неважно, просто вот как только начинаем доставать еду, тарелки, близко не подходим, там, столы. Мы, если разговариваем с кем-то, с теми, кого уже знаем не один год, кто приходит, и мы понимаем, что человек непьющий и внешне, в принципе, здоров. Но, скажите, пожалуйста, мы ездим в транспорте, и мы точно так же контактируем с людьми, и в автобусе мы можем получить инфекцию точно такой же. То есть, если об этом думать, то не стоит заниматься вообще благотворительной помощью, особенно вот этой категории. Но, тем не менее, если человек, бывают разные люди, кто-то не может без вот этого антисептического мыла жить даже в офисе и дома, без конца всякие, бывают люди, но хотят. Они могут подойти, задать вам эти вопросы, проконсультируйтесь, и вы все вот правила поведения им расскажете, правда? Безусловно, безусловно. Мы сейчас прервемся на полторы минуты у нас реклама. Еще раз напоминаем, что сегодня в 2 часа дня на Комсомольской 41 будет раздача всем нуждающимся людям, питания, одежды и обуви. Есть возможность присоединиться, помочь в этой раздаче, принести с собой питание, которое можно раздать. Обувь очень нужная теплая. Сейчас мы об этом поподробнее про одежду поговорим, потому что холодный сезон, зима, вот уже она есть. Мы продолжаем разговор с нашими гостями, с Сусанной Васильевной Никитиной Юнгблюд и Владимиром Змеевым. Мы говорим о том, что вот сейчас, когда наступили серьезные уже холода, уже вторая неделя с минусовыми температурами. Не крепнуть будут смотреть прогноз погоды. Не будут крепнуть, снегопад будет в выходные дни. Сейчас особого внимания требуют люди, которые нуждаются в еде, в одежде, в обуви, которые остались по разным причинам. Без дома, может быть, без доходов, который позволяет им вообще регулярно питаться даже. И сегодня в 14 часов на Комсомольской 41 будет очередной автобус «Милосердие». И вот волонтеры, добрые люди и те, кто заботятся об этом, и о них, и о себе надо сказать. Потому что вот Сусанна Васильевна сказала, что о душе своей тоже надо заботиться, чтобы она не черствела. Ждут сегодня в 2 часа. И вообще каждые 2 недели пока что в таком режиме раздача еды и одежды происходит. Но вот хорошая новость, о которой нам рассказал Владимир Николаевич, что, возможно, будут скоординированные действия. И более часто, и понятна эта схема будет. Где, в каких пунктах и точках в городе смогут люди все, которые сейчас это делают, но разрозненно, как-то систематизировать эту работу. Я думаю, что абсолютно систематизировать не удастся. Но, по крайней мере, свои усилия интегрировать нужно. На более высокий организационный уровень. Пытаться надо вывести. И, кстати, я вот как раз в перерыве начала говорить, не успела. Мы сейчас про одежду поговорим, но я просто хочу сказать, что я об этом уже в начале программы сказала, что мы пока что, у нас нет специализированных СМИ, как это есть в Москве, федеральные СМИ различные, большие, которые пишут об этих вещах. Знаменитый портал «Такие дела», например, да, пожалуйста, берите за образец. Мы, социально ответственные СМИ, время от времени к этой теме обращаемся, но время от времени. Вот и мы же сегодня тоже, мы вчера увидели ваше объявление в Фейсбуке, увидели и решили, да, господи, точно ведь зима, вообще тяжело, надо срочно делать. И срочно вот вечером собирали эфир, мы делали. Я готова, наша радиостанция готова в системе просто делать объявления об этих сборах и рассказывать об этих людях, и делать акценты на эту тему. Я думаю, что мы вот после программы поговорим и придумаем, как мы это будем делать для того, чтобы вот те, кто сейчас обращает внимание на наш эфир и готов поучаствовать, может, не сегодня, не через две недели, через месяц, через два, чтобы они вот наращивали в себе вот это вот, вот это понимание, зачем они это делают. Но надо понимать, зачем вы это делаете, тогда не будет никаких сомнений и каких-то таких нюансов. Ты знаешь, у меня тоже такой простой пример созрел, да, парки Менекирова, пруд, утки, но там, правда, сейчас аншлаги стоят, не кормить, да. А, теперь не кормят. Да, там аншлаги стоят, запрещено, ну, в связи с нашествием крыс, там тонны хлеба, на мой взгляд, вываливаются. А почему бы этот хлеб не отдать как раз-таки выхождающим? Ты понимаешь, на самом деле хлеба хватит на всех, хлеба хватит на всех. Вот французы приняли закон, по которому все продуктовые магазины обязаны раздавать нереализованный к вечеру продукт, вот который закончился этот же хлеб, нуждающимся, у них закон принят. Ой, во многих европейских странах, насколько я помню... Я никого не призываю призывать сейчас этот закон принимать. Это целые рестораны и кафе, где готовят прекрасные блюда из продуктов, которые вот-вот, там, срок годности у них испортится, из каких-то неликвидных продуктов и так далее. Что ты, зачем ты это сейчас вот это... о чём ты говоришь? Ну, к тому, что масса еды, которую можно использовать на благо людей. А, ну, пожалуйста, нет. Ну, вот я просто говорю о том, что и всем может достаться еды, и уткам, и людям, и всем, кому хочешь, на самом деле. На самом деле важно просто, чтобы каждый понимал, для чего он это делает, где, с помощью кого, потому что очень часто в этом деле нужна именно помощь. Мы сейчас этим и занимаемся. Давайте перейдем к одежде. Так, давайте про сбор вещей, да. К одежде, потому что зима. Вот в вашем объявлении про сегодняшний сбор я вижу конкретную, вообще, конкретный пример. Очень требуется мужская зимняя обувь 45-го размера для одного из наших подопечных, ну, и также другая зимняя одежда. Почему 45-го? Сусанна Васильевна скажет, как раз... У нас есть даже не один человек, у которого 45-й размер, потому что в прошлом году мы их обеспечили обувью, но так как обувь все равно старая, на сезон хватает. И вообще не только 45-я. Владимир Николаевич написал об экстренности. Обувь теплая очень нужна, нужны перчатки. И я вот еще хочу, уважаемые слушатели, кто-то из вас выбрасывает эту обувь, считая, что она уже непригодна. Конечно, если в ней есть дыры, и она уже действительно непригодна, выбрасывайте. Но если она просто изношенная, если она просто, на ваш взгляд, ее неприлично взять в руки, но в ней можно ходить и можно сберечь чьи-то жизни, чьи-то конечности, приносите, не стесняйтесь. Вы можете оставить эту обувь и даже не писать чей пакет. Вы можете остаться анонимными, но кто-то обязательно вспомнит вас добрым словом. Потому что я верю, что все наши добрые поступки, они все равно в космос улетают. Где оставить Сусанна Васильевна? Преображенская, 31, в офис. Все знают. Приносят пакеты, говорят, для бомжей Сусанны Васильевны. Преображенская, 31. Суна Васильевна, вот вы сейчас прям вот даете рецепт. Я об этом вас сегодня хотела спросить. Вот еще раз, когда мы в Зосе ехали, эту бабушку наблюдали. Я вспомнила, какое количество обуви хранят наши родители в гаражах, в диванах, в шкафах. Потому что у них до сих пор вот это ощущение того, что всякое может в жизни случиться. Глядишь, мне вообще нечего будет надеть. И это десятилетиями складывается. Я прям представляю, сколько у нас вот этого всего. И эта обувь гораздо по качеству лучше той, которая сейчас уходится. Я просто про это подумала сейчас, и у меня было как раз сомнение. А могу ли я вот уже поношенную обувь принести? Могу. Нужно принести. Нужно принести. Нужно принести. Просто нужно не полениться. Я же понимаю, что многие не освобождаются, когда из шкафа есть такая, там, на дачу увезти. А вдруг пригодится. Или просто очень много места в доме, я не знаю, где-то в гараже, и эта обувь хранится. Нужно не полениться. Не хочется разбирать? Принесите, у нас волонтеры разберут. У нас приходят ребята из опорного вуза, из нашего медицинского университета. Ребята-старшеклассники из экономика правового лица. У нас чудесные волонтеры. Они приходят, и мы все это разбираем. Сейчас у нас новое помещение выделено для благотворительного фонда с полочками. Мы развешиваем все по размерам. Детское, взрослое. И люди приходят, просто выбирают одежду. Одеваем, целой семьей одеваем. Поэтому давайте попробуем. Что касается одежды, Владимир Николаевич, все-таки в каком состоянии лучше бы ее приносить, даже если она не новая? Ну, конечно. Очень бы хотелось, чтобы одежда была чистая, постированная, чтобы не было следов грязи. В принципе-то мы особо не роемся. Берем все, что пригодно для дальнейшей носки. И в этой связи мне бы хотел еще такой акцент сделать, что с наступлением похолодания при всех учреждениях социального обслуживания области, то есть в каждом районе области, открыты пункты обогрева. Они работают, как правило, в дневное время, в рабочие часы. Но люди туда могут прийти и погреться. Им там также дадут, пусть минимальное, но горячее питание. То есть чай, хлеб дадут, хлебобулочные изделия. И, соответственно, если человек нуждается в одежде, в обуви, там уже могут помочь. Соответственно, граждане могут принести и туда и продукты питания, и одежду, и обувь. В городе Кирове открыто у нас таких три пункта обогрева. Это сплавная 29 цент помощи лицам бомж. Карла Марса 20, клубная 19. И Шорса, сейчас не могу вспомнить, ансен социального обслуживания рядом с кинотеатром Дружба. То есть, в принципе, туда можно все принести. В городе Кирове, в районах области, значит, там тоже есть центры социального обслуживания. У нас даже здесь сейчас сделали телефон горячей линии, круглосуточный, 22-71-24, куда можно позвонить и уточнить, в каком месте, в каком-либо районе находится центр социального обслуживания, пункт обогрева. И в круглосуточном режиме специалист нашего учреждения расскажет. То есть, скажет адрес, скажет телефон, скажет время, когда туда можно прийти либо погреться, либо оказать помощь в виде вещей, там, продуктов питания. Шорса 35 я нашел, буквально недалеко от кинотеатра Дружба. Номер телефона 56-39. Ну, это немножко старый, наверное, старый номер. Но адрес прежний. Да, можно там все сориентироваться. В основном, Карла Марса 20, клубная 19, но я сплавная 29, это уже точные адреса. Пожалуйста, можно туда прийти как для обогрева, так и для оказания помощи бездомным. Работа по приему вещей, продуктов, она никогда не прекращается, так ли? Ну, в рабочие дни, вот, например, в нашем центре не прекращается никогда, хоть ночью переносите, потому что у нас круглосуточно работает администратор, а в других социальных центрах, естественно, только в рабочее время. То есть, по режиму работы данного учреждения социального обслуживания. Давайте по продуктам еще раз пройдемся, еще раз напомним, что именно это продукты с долгим сроком хранения, крупы, макаронные изделия, консервы. Консервация, продукты быстроприготовления вы уже сказали. То есть, в принципе, мы особо не ограничиваем. Конечно, молочные продукты, которые нам сейчас приносят, помогают, но они сразу же употребляются в пищу. То есть, в принципе, можно и с коротким сроком принести продукты. Они будут сразу же выданы, вы сами можете передать нуждающимся гражданам эти продукты, и они будут тут же употреблены в пищу. Элементарные средства гигиены, мыло. Да, все это востребовано. Туалетная бумага, зубная паста, зубные щетки, одноразовые бритвенные станки. Все это востребовано. Вы сказали про детей. Про детские вещи сейчас подумал. Санна Васильевна, это вы. Дети, да. Помощь многодетным семьям. Помощь семьям, где есть дети-инвалиды, где одна мама. Просто, как правило, эти женщины, конечно, они на улицу не пойдут. Но ситуация в некоторых семьях, она очень-очень тяжелая. Поэтому мы стараемся к Новому году что-то собирать. Вот скоро праздники начнутся. Вот хочется вам, например, два килограмма апельсинов купить. Купите, принесите. Даже если вы захотите просто с вами сходить, мы вам скажем, кому это отдать. Потому что макароны, да вообще все, чем можно накормить семью, где есть ребенок. Все, что хотите. Не знаю, хлеб, булочные изделия. И потом еще вот что хотелось сказать. Владимир Николаевич не упомянул, что некоторые пекарни, ну, совсем немного, отдают вчерашнюю продукцию. Вот в настоящее время Владимир Николаевич и его подопечные сами заезжают. Вот что говорит все-таки о высоких человеческих качествах, о сильных человеческих качествах. Именно мы говорим о Владимире Николаевиче. Он сам заезжает и забирает эти продукты. Владельцы пекарен, каких-то маленьких вот таких заведений остается продукция. Сейчас почти везде стоит, вы можете взять бесплатно вечером. Не каждый пенсионер зайдет. Кто-то постесняется. Если что-то остается, свяжитесь с нами. Будем забирать сами и будем увозить на сплавную. Потому что люди просто там, они там без еды. Давайте еще раз телефоны и адреса назовем. Как связаться с вами? Центр помощи лицам «Бомж» сплавная 29, телефоны 22-71-24 и 22-71-23. А одежду и еду также можно приносить на Преображенскую? Куда угодно. На сплавную, на Преображенскую. Преображенская 31. Рядом с промсвязьбанком зданием. Все понятно. Благодарим наших гостей. Спасибо, Сусанна Васильевна. Никита Юнблюд и Владимир Змеев. Сейчас у нас новости, тематические программы. Через 20 минут начнется программа «Урбан». Илья Шульгина. Илью Шульгина, мы ждем в гости главу администрации города Кирова. И, безусловно, то, о чем мы сказали, заострим внимание Ильи Вячеславовичу на проблему. Это как раз-таки создание пункта. Предложение. Как предложение. Спасибо. Спасибо. Ты хотела сейчас прозвучить. Спасибо.